Ну, надо сказать, что здесь было три отдельных участка. Первый из них принадлежал Василию Артемьевичу Волынскому, сыну кабинета министра императрицы Анны Анны. После казни отца он продал дом в казну. Потом следующим владельцем участка был артиллерийский подпоручик Петр Иванович Ивановский. После этого территория пришла в Влад и Анну Матвеевичу, Кулкилю, а затем жили господину Бетлину. Это был один участок. Второй принадлежал Михаилу Сердякову, это был строитель Высневолодских каналов. Потом этот дом перешел в Рексу. Там, в общем, длинная история. В результате эти два дома были перестроены до 1822 года. Уже существовало единое здание придворного банкира барона Людвига Ивановича. Через некоторое время был приобретен еще один участок, то есть практически три участка было соединено, и они достались экспонину Штиглицу. Строил новый особняк на английской набережной архитектор Кракао. Проект был готов в 1859 году. Через три года он был закончен, и, ко всему прочему, был пристроен или построен комплекс зданий со стороны Галерной улицы. Там находилась контора Штиглица и служительский дом, плюс два доходных дома. Ну, а теперь несколько слов бароне Александре Людвиговиче фонд Штиглица. Крупнейший российский финансист, промышленник, управляющий Государственным банком России с 1860-1866 год. Меценат, благотворитель. Родился в 1778 году, в 1843 году умер. А в 1840 году поступил на государственную службу Министерства финансов Российской империи. Все деньги свои хранил в российских банках. Участвовал в строительстве Санкт-Петербургской, Московской, Николаевской железной дороги. Во время Крымской войны им были получены значительные внешние займы. Занимался предпринимательской деятельностью. Им были основаны в Нарве суконные и львнопредельные фабрики. В 1846 году избран председателем биржевого комитета. В общем, известный финансист. И через банкирский дом барона Штиглица правительство России поддерживало отношения с банкирскими домами Амстердама, Лондона и Парижа. Данные из педе я по-быстрому набрал, потому что надо что-то сказать. Мало времени. А 24 октября 1784 года скончался от воспаления легких. Похоронен посольственным желанием в Ивангороде, в церкви Святой Троицы. Личным сооруженной могилой жены. Вот примерно такая история. Но у него еще были дети. Он был женат на Каролине. Александр Людвигович был женат на Каролине у Карловны Миллер. У них родился сын Людвиг. Умер через год после рождения. Семья удочерила внебрачную дочь великого князя Михаила Павловича. И стала Надеждой Михайловной Юниевой. В 1861 году Надежда Михайловна Юниева миллионным приданным вышла замуж за Павловцева Александра. Государственным и общественным деятелем Российской империи. Тоже был меценатом правовышленника. Надо сказать, что подарком на свадьбу от Штиглица Надежда наследовала особняк. А спустя три года продала его великому князю Павлу Александровичу. За миллион шестьсот тысяч рублей золотом. Ну, не было там какие-то терки, связанные с деньгами. Он рассчитывал полтора миллиона потратить. Ну, сошлись в итоге на миллион шестьсот тысяч рублей золотом. Покупка дворца великим князем состоялась перед его первой свадьбой. Ну, первой свадьбой он был женат на великой княгине Александре Георгиевне. Ну, она скончалась после вторых родов. И он уехал в Европу, где тайно обвенчался с Ольгой Валерьяновной и Столькорс. Этот брак органатически семья не приняла. Ему было запрещено возвращаться в Россию некоторое время к князем Николаем II. Но после смерти великого князя Сергея Александровича было разрешение на брак такой данного. И супруга получила титул и фамилию графини Гогенфельдс. А в 1915 году титул и фамилию Палилей. Надо сказать, что дворец содержался в хорошем состоянии. Когда продавали Павлу Александровичу этот дом, Половцев посоветовал ему ничего не перестраивать и оставить, как и было. Ну, конечно, великий князь совету не гнял. И все-таки дом был перестроен. Были сменены какие-то определенные интерьеры. Был приглашен архитектор и смахер. Он заново отделал жилые комнаты, кабинеты с резными дубовыми потолковыми каминами. В общем, много там было переделан. Вот некие внутренние виды я показываю здесь. Сам я там не был, к сожалению. Это просто картинки, которые я взял из интернета, нашел. Ну, вот такая вот история. Что надо сказать, в 1917 году картины из дворца Штиглица были переданы во Всесоюзное объединение «Антикориэт». Ну, и самое интересное, многие истории многих картин неизвестно. Ну, растырили, если говорить вот таким грубым языком. В 1918 году княгиня Поле с детьми уехала в Париж. Дворец был национализирован, а Павл Александрович был арестован. Он удворен в тюрьму в Петрограде, и 9 января 1919 года было заседание президиума ВЧК, в котором участвовал господин, точнее, не господин, а товарищ Петерс, Лацис, Ассенофонтов и секретар Мурлиник, который вынес постановление приговоровав ВЧК лицам к лицам бывшим императорской своры утвердить. Так ему написано. Он был переведен в Петропавловскую крепость, где находили к себе двоюродные братья великих князей Дмитрий Константинович, Николай Михайлович, Георгий Михайлович. И все четверо были расстреляны. Вот такая вот история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова